Можно сказать по массе вещей, и все дружно будем друг на друга обижаться. Можно ли сказать, что социалистический проект был реализован в 1917 году мировой цикулисой? Да. Есть для этого основания? Да. Это правда не совсем. Потому что революция имела и объективные причины. Есть. Я хочу ваше внимание заострить на вот этой мысли простой. Цели устойчивого развития – это инструментальный проект, не идеологический. Его можно вывернуть в одну сторону, можно вывернуть и в другую. Это, извините, наш ум или наш неум. Если мы не в ту сторону, это все вывернем. Поэтому можно использовать в целях подавления личности, разрушения государства и так далее. А можно это использовать в целях развития личности, укрепления государства и так далее. Да. Вот мой небольшой практический опыт показывает, что очень даже хорошо можно. Вот пример Тула – организации некоммерческие, которые реализуют социальные проекты. Ну, они, понимаете, как обычно такие организации возникают. Ну, вот при Пьорло, там одна организация – это мама, собрались с особыми детьми. А не помнишь, им никто не поможет, да, Игорь, помнишь, надо объединяться. Скажите, пожалуйста, на каком основании вы сделали вывод, что в случае развития этого развития глобалиста? На каком основании? На том основании, что его придумали ученые и специалисты высокого уровня, но те, которые работают на Западе. И все они ученые, те же самые, в принципе, являются такими же политическими проститутками, как историки, журналисты и так далее. Их выкармливает та система, которая существует на Западе. И они делают такие проекты, которые выгодны этой системе. То есть, наверное, там есть положительные черты. Я не спорю. Наверное, можно использовать. Но, в принципе, это инструмент порабощения странного мира. Вопрос. Вопрос. Вопрос к вам. Да. Как вы относитесь к книге под названием «Капитал» автор Карл Маркс? Да никак. С уважением, без уважения. Не считайте глупости. С уважением, безусловно. Поскольку вот в свое время это были интересные вопросы. К этой книге можно применить все те слова, которые вы сказали. Кстати, еще хочу добавку сделать. Да, племянники Карла Маркса, которые черпали из первоисточника, да, они создали компанию, которую, что-то упоминал. «Филлипс» называется. Да, вы основатели «Филлипса». Вот когда вы рекламу видите, вот понимаете, что… Нет, было сказано, что ученые-разработчики… И что мы применяем, мы применяем и применяли, и будем применять идеи, которые рождены не тут. Идеи, которые рождены часто, знаете, персонажами не очень такие. Хорошо. Отвечу вам. И на чьи деньги, тоже непонятно. Если идеи хорошие, полезные, ее надо использовать. Позволю вам помочь в ответе. Дело в том, что одну из концепций сущего развития, а именно на сферной цивилизации, придумал товарищ Вернацкий. И почему-то я удивлен тем, что у нас еще конъектов по Вернацкому не прошелся. К Вернацкому претензии есть? Нет. Нет. У меня и к тем ученым нет никаких претензий. Они делают свое дело и делают правильно. Я говорю, что нам это не нужно. Там он вместе с французом, Лера, по-моему, там был. Да. О, иностранный след. Да-да, и двое. Коэр Жирков, вы готовы дать предложение в рабочую группу по устойчивому развитию, кроме рельсов и шпал? Вы готовы? Нет, потому что я считаю, что это совершенно неправильный подход. Продолжение следует.